Давайте посмотрим, как установить дистрибутив интернет-магазина 1S Bittrex на хостинг. Для установки нам потребуется скрипт Bittrex Setup PHP, который можно скачать с сайта 1S Bittrex по ссылке, указанной на экране. Загрузим скрипт на хостинг в папку домена. Откроем в браузере страницу наш сайт slash-bittrexsetup.php Функционал интернет-магазина доступен в варианте дистрибутива бизнес и малый бизнес. Если вы уже приобрели лицензию, выбираем пункт коммерческая версия и вводим лицензионный ключ. Если вы устанавливаете программу в ознакомительных целях, выбираем вариант демонстрационная версия. Лицензионный ключ можно ввести позже. Внимательно знакомимся с лицензионным соглашением. Если согласны, ставим флаг. На этапе установки рекомендуется зарегистрировать продукт в Marketplace, что позволит получить доступ к решениям сторонних разработчиков. Я пропущу этот шаг, так как в текущей демонстрации он нам не обязателен. Далее нам предлагается установить кодировку UTF-8. Если флаг не установлен, то будет установлена кодировка Win1251. Более подробно о выборе кодировки HTML-документа можно прочитать на сайте 1S-Bittrex. Анализируем результаты предварительной проверки. Необходимо убедиться, что у нас нет значений, подсвеченных красным цветом. Далее вводим параметры подключения к базе MySQL. Данную информацию, как правило, предоставляет провайдер сразу после регистрации на хостинге. Учетную запись администрации. Учетная запись администрации. Учетная запись администрации. сайта. Под этой учетной записью можно будет в дальнейшем зайти в панель управления. На этапе выбора решения производитель предоставляет набор помощников для настройки сайта в соответствии с поставленной нами задачей. Состав набора зависит от варианта дистрибутива и типа лицензии. Выберем интернет-магазин. Далее выбираем шаблон дизайна сайта и цветовую тему. Вводим информацию о сайте. Наименование, загружаем логотипы, телефон, режим работы, подпись сайта, описание сайта, ключевые слова. Флаги «Установить мобильное приложение» и «Право на просмотр базовых цен» оставляем установленными. Складской учет можно отключить, если предполагается интеграция с внешними системами учета товаров, например интеграция с 1С. Указываем служебные данные о компании. Типы плательщиков оставим по умолчанию. Настройки оплаты и доставки тоже оставим по умолчанию. В дальнейшем их можно будет скорректировать в панели управления сайтом. Далее запускаем установку. Установка завершена. Итак, мы рассмотрели порядок установки дистрибутива интернет-магазина 1С Битрикс на хостинг. В следующем видеоролике мы расскажем, как настроить обмен с программой 1С предприятия и загрузить каталог товаров. А на этом все. Спасибо за внимание.